Всем привет! Продолжая тему про Android, мы разберемся, как освободить память на Android и оптимизировать оперативку. Ведь из-за того, что постоянно забивается память в смартфоне, возникают проблемы. Смарт тормозит, приложения вылетают и глючат, установить новые приложения просто невозможно. В общем, полный набор проблем из-за нехватки памяти на Android. И сегодня я расскажу, как эту память очистить. Поехали! Видео, конечно, больше касается простых и недорогих смартфонах. На которых мало памяти. Но это видео может помочь и топовым смартам на Android. Несмотря на большое количество памяти у них, и там со временем память забивается хламом и телефоны начинают работать медленно. Первое, что нам нужно будет сделать, это переходим в раздел настройки и здесь выбираем приложение. Основную память вашего смартфона занимает приложение, а также кэш, который у них есть. И еще хотелось бы пару слов сказать о том, что данное видео может вам помочь, если у вас Android начиная от четверочки, заканчивая восьмерочкой. То есть те андроиды, которые самые распространены сейчас. И что хотелось бы сказать по поводу приложений. Во-первых, все те приложения, которые вы не используете, вам необходимо удалить. То есть здесь в списке приложений могут быть те приложения, которыми вы в жизни никогда ни разу не пользовались. Поэтому рекомендую их выбрать и удалить. Например, вот так вот выбираем приложение, нажимаем кнопочку удалить и удаляем приложение. Но еще один момент. Перед тем, как приложение удалять, необходимо почистить у этого приложения кэш. Например, к примеру, возьмем вот приложение, которое невозможно удалить, которое системное. Но мы можем перейти в раздел хранилище. И здесь в хранилище я уже просто чистил кэш этой программки. Вот здесь вот есть кнопочка очистить кэш. На данный момент он у меня чистый и никаких новых данных я уже сюда не вводил. Таким образом, все приложения стоит прошарить и почистить у них кэш. Если вы хотите приложение удалить, то сначала удаляете кэш и потом удаляете непосредственно само приложение. Ну вот на примере, вот как здесь. Видите, есть кэш 15 мегабайт и есть возможность стереть данные. Кроме того, потом можно это приложение удалить. Еще пару слов о том, что не все приложения нужно удалять кэш. Например, те же самые возьмем Google карты. Суть какая? В кэше хранятся именно сами карты, которые у вас включаются при загрузке приложения. Так вот, если вдруг вы постоянно пользуетесь где-то картами в одном месте, у вас постоянно кэш есть этого места, то вам не нужно подключение к интернету, чтобы кэш-карт загрузился на вашем смартфоне. То есть даже без интернета кэш-карт у вас загрузится. Но есть другая беда. Есть беда в том, что есть, например, такие приложения, как Viber, как Skype, Telegram и так далее, мессенджеры. У них очень большое количество кэша. Вот давайте посмотрим, например, вот в Skype. Да, если посмотрим хранилище, то видим... А ну я тоже только что недавно очищал кэш, поэтому у меня тут кэша очень мало. Но на самом деле, если вы до этого не очищали кэш, то, соответственно, у вас в Skype, в Viber, в других мессенджерах будет большое количество кэша. И этот кэш, его не рекомендую я удалять. Почему? Потому что там может быть какая-то необходимая для вас переписка. Там могут быть какие-то фотографии, которые вы хотели бы сохранить. Поэтому перед тем, как удалять кэш из этих приложений, хоть он и занимает очень много места, я рекомендую сначала все то, что вам нужно сохранить, переписать куда-то и так далее. Только потом очищать кэш. Естественно, кэш очищать нужно будет по-хорошему во всех приложениях, особенно если у вас мало встроенной системной памяти. Чаще всего проблемы возникают у тех, у кого мало системной памяти. Это на дешевых смартфонах, там может быть всего 4-8 гигабайтов памяти всего. И из этой памяти системной тоже может быть совсем мало. Например, 2, 4, 6 и так далее. Причем сейчас с современными приложениями эта память очень-очень быстро забивается. В четверке и в пятерке в андроиде есть такая возможность, что можно было сразу приложение устанавливать на SD-карту. Это все настраивается в настройках. Но не все об этих настройках знают. И только после того, как она устанавливает приложение на внутреннюю память, у них память заканчивается и начинаются проблемы со смартфоном. Так вот, а через специальное приложение, вот такое вот у меня есть, можно перенести любое приложение, которое у вас есть, с внутренней системной памяти на карту памяти. Ну вот тут сейчас приложения, вот давайте выберем их по размеру, чтобы у нас сверху были самые-самые большие приложения, которые занимают больше всего места. И все эти приложения можно вот так вот выбрать. Все эти приложения можно будет вот здесь вверху, если нажать, переместить на карту памяти. То есть нажимаете переместить на карту памяти, у меня эта функция недоступна, но если у вас есть SD-карта, на которую это все можно переместить с системной памяти, то я крайне рекомендую это сделать. Еще один маленький момент, это приложение позволяет перемещать приложения другие на SD-карту только в том случае, если у вас есть root-права. И если root-прав у вас нет, то переместить данные приложения вы отсюда не сможете. Кроме того, в этом же приложении, имея root-права, можно поудалять все те приложения, которые вы не используете. Вот, например, есть синтезатор речи Google, который я никогда не использую, но он у меня загружается в автозагрузку, и плюс к тому же он всегда висит и работает, хотя я ни разу в жизни на этом смартфоне не использовал этот синтезатор речи. Так вот, можно выбрать это приложение, которое не используется, кстати, оно отображается только здесь, только в этой программе, в списке основных приложений его там нет в принципе, то есть там его не найдешь. И, соответственно, я могу это нажать кнопочку удалить и удалить данное приложение. Вот таким вот образом. Что еще? Хотелось бы сказать по поводу очистки памяти. Следующее, что можно использовать, это такие приложения, например, как C-Cleaner или CleanMaster. Есть такой. Я использую C-Cleaner, потому что мне он удобней, и мне им пользоваться проще. Да, и в принципе, CleanMaster, он чаще всего больше показывает, что он работает, и на самом деле нифига не работает. Ну, то есть чистить он хуже намного, чем C-Cleaner. Так вот, после того, как вы запустите C-Cleaner, у вас сразу же откроется окошко, в котором вы можете выполнить очистку. Здесь будет скрытая кэш-память, которую вы не найдете даже в тех приложениях, которые вы почистите сами вручную. Поэтому эту скрытую кэш-память, ее стоит удалить. Ну и видимую кэш-память тоже можете удалить, ничего плохого для вашего смартфона это не сделает. Кроме того, здесь вы можете найти любые установочные файлы различных приложений, которые вы уже установили и не используете. Можете их поудалять, если они вам в дальнейшем не нужны, просто выделяя их. Обязательно рекомендую удалить кэш-рекламы, потому что это вообще то, что не должно на вашем смартфоне занимать место. Пустые папки вы также можете удалить. Ну и в принципе, если вы редко заходите в ваши фоточки, то можно удалить миниатюры всех картинок. Кроме того, здесь есть большой раздел загрузок, где вы можете посмотреть все то, что у вас было загружено в папку Don't Lads. Это все туда загружается с любых приложений, с браузеров, файлы загружаются туда. Так вот, вы единожды загрузив какой-то файл, скорее всего, не будете его удалять до тех пор, пока не дойдете до вот этого раздела. И здесь в этом разделе вы можете выбрать те файлы, которые вы 100 лет назад загрузили, которые вам уже не нужны, вы их уже не используете. И вы можете проставить галочки и можете всех их поудалять. Я удаление делать не буду, потому что сейчас ведется запись и если я сделаю удаление кэша, то запись прервется. Но вам же нужно будет внизу нажать просто завершить чистку. Естественно, предварительно перед этим нужно будет выбрать, что вам удалить и что не удалить. Внимательно смотрите, что вы удаляете. Но я рекомендую удалять скрытую кэш-память, видимую кэш-память, APK-файлы, которые вы точно использовать не будете. Ну и то, что у вас вот тут есть кэш-рекламы, пустые папки и из папок загрузки то, что вы сами лично выберете для удаления. Кроме того, здесь есть в разделе приложения, если мы перейдем вот сюда и перейдем в раздел оптимизация, здесь есть приложения, которые можно перевести в спящий режим, которые не будут вам мешать при работе. То есть в данном случае что это значит? Это значит, что у вас есть определенное количество оперативной памяти, которая используется на вашем смартфоне. На простых смартфонах это чаще всего 512, 1 гигабайт, 2 гигабайта оперативки. И на самом деле для современных программ это очень-очень малое количество. Так вот, тут все те программы, которые вы не используете часто, вы можете перевести их в спящий режим. То есть в моем случае я могу перевести очень много различных программ, потому что я ими пользуюсь редко. Например, Google, проводником пользуюсь редко, например, Play Market пользуюсь редко. Таким образом, вот это все то, сколько вы высвободите памяти в оперативной памяти. Вот, например, 30 мегабайт Google, проводник 30 мегабайт, то 60 мегабайт уже две программы освободят вам место в оперативной памяти. И если внизу нажать кнопочку перевести в спящий режим, то, соответственно, все эти приложения будут в спячке до того момента, пока вы их не начнете использовать. А после того они загрузятся в оперативку и, естественно, уже в оперативке дальше будут работать. Просто на данный момент количество оперативной памяти, вот у меня сейчас, как видите, используется 50%, то есть из 4 гигов 2 гига. И, соответственно, если бы я сейчас ввел в спящий режим те приложения, то я бы получил еще прирост где-то 100-150 мегабайт, даже до 200 мегабайт места в оперативке. Если у вас, например, гиг-оперативки, то 200 мегабайт это огромное количество оперативки, которое позволит вашему смартфону работать намного быстрее, когда эта оперативка не будет занята. Еще я хочу рассказать по поводу автозагрузки. Опять-таки, перейдем в настройку, перейдем в раздел память. Вот здесь, опять-таки, отображается то количество оперативной памяти, сколько расходуется вашим смартфоном. И, начиная с шестой версии Android, вот здесь вот внизу будет такая надпись. Запущена при включении устройства. Что это значит? Это значит, что здесь будут показаны все программы, которые стартуют вместе со стартом вашего смартфона. То есть, получается, что все вот это, вот все, что тут есть в списке, загружается вместе с тем, как загружается ваш смартфон. А тут довольно-таки большое количество программ, которые вместе со смартфоном загружаются. Вот я делал последнюю перезагрузку. И за последнюю перезагрузку, вот сколько программ, ну тут почти все, да, вот, сколько программ было больше половины, было загружено вместе с данным телефоном. Так вот, те программы, которые вы, опять-таки, используете редко, не нужно, чтобы они загружались автоматически вместе с загрузкой вашей операционной системы. Что вы сделаете? Вы можете для каждой такой программы, вот здесь вот нажать на эту программу, опустить самый низ, и вот здесь вот убрать галочку запустить при запуске. Соответственно, вы можете это сделать с теми приложениями, которыми вы редко используете. Вот в моем случае циклинер уже отключен. Дальше Word можно вот отключить, да, я тоже его отключил. Excel можно отключить. Так вы проверяете те программы, которые вам вместе с загрузкой использовать не нужно, или вы эти приложения крайне редко используете, там раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц или еще меньше. То, соответственно, не нужно, чтобы все эти приложения грузили вам оперативную память на старте, особенно если оперативки мало. Таким образом, туда не будет прописываться кэш в эти приложения при старте, и, соответственно, тот же самый кэш будет занимать меньше памяти в самой непосредственно памяти, в ПЗУ, то есть в постоянной памяти вашего устройства. И здесь вы можете отключить все то, что вы не используете в автозагрузке, оно вам не нужно. Отключаете это все и после того, как вы перезагрузите ваш смартфон, вот здесь вот количество оперативной памяти у вас сразу же то, сколько выделяется памяти при старте уменьшится. Почему? Потому что все ненужные программы, которые вы не используете, они не будут загружены вместе со смартфоном, но они нормально будут работать, когда вы их сами уже непосредственно включите. Естественно, тогда память эта оперативная займется. Но вам нужно сделать так, чтобы максимально на старте у вас было минимум занято количество оперативной памяти в вашем Android смартфоне. Это все, что хотел я сегодня рассказать по поводу памяти на вашем смартфоне. Надеюсь, те, у кого смартфоны старенькие, слабенькие, у кого мало оперативки, у кого мало ПЗУшки, вам это видео поможет. И естественно, если это видео вам помогло, то обязательно поставьте лайк, я буду рад. Пересмотрите это видео от начала до конца, это очень поможет моему каналу. Ну и естественно, на канале есть еще целая куча интересных видео по Android, по компьютеру, которые смогут вам помочь. Не забывайте на канале эти видео посмотреть, там очень много интересного. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok